День социального работника Как, собственно говоря, она отражается на жизни люберчан И здесь у нас в студии директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Люберецкий Тея Мурмановна Картхонджия и Ирина Александровна Анисимова Заведующая отделением реабилитации детей-инвалидов номер 3 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Люберецкий Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, Тея Мурмановна, сразу вам, наверное, адресуем первый вопрос Вот что за вот этим таким, в общем-то, сухим названием Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации? Потому что, я так понимаю, тут как бы две составляющие Социальное обслуживание и реабилитация Вот немножко расскажите, чем занимается сегодня центр? Ну, наш центр, как вы озвучили, занимается реабилитацией Но если более подробно, то наше учреждение является подведомственным учреждением Министерства социального развития Московской области В первую очередь мы находимся в городской округ Люберца, Октябрьский проспект 375 Там у нас расположено взрослое отделение И отделение реабилитации То есть у нас люди приходят на реабилитацию после инсультов, аварий Для восстановления здоровья, так скажем, ведется прием специализированными врачами Оказываются услуги по физиотерапии, по массажу, ЛФК Чтобы помочь побыстрее восстановиться Это полный комплекс для того, чтобы не сидеть в поликлиниках вот эти большие очереди То есть для наших людей это предоставляется вот в таком ракурсе, чтобы было комфортно и удобно Ну, и это важно для медицинских учреждений, потому что если человек только заболел, да То тоже, чтобы не было очереди, как-то разделили эти потоки Да, все верно Но при этом у нас не стационар, полустационар То есть люди могут у нас утром и кушают, обедают А также потихонечку, как в санатории, да Спускаются на первый этаж и получают определенные услуги, где оказывают наши специалисты, квалифицированы Дальше у нас также расположена часть активного долголетия, где они поют, танцуют Купер на дашу Все верно И также на Куракинской располагается клуб активного долголетия Это проект губернатора Воробьева Андрея Юрьевича Также они ездят на экскурсии То есть все старшее поколение расположено у нас Ну и, соответственно, переходя к вопросу по социальным работникам У нас есть такое отделение, где наши сотрудники обслуживают тех, которые не могут к нам ходить Люди, которые лежачие, либо болеют, и по определенным не только лежат, но не могут выходить на улицу Наши сотрудники, соответственно, оказывают им такую услугу, как ходить в аптеку, сопровождать в больницу Мы предоставляем социальное такси Приносят им питание, готовят Но это, конечно же, люди с большой буквы, с большой душой Да, мы безусловно об этом поговорим, потому что все-таки у нас сегодня не отчетное собрание А мы в преддверии праздника, и хорошо, что он летом проходит Потому что речь здесь идет о теплептике человеческом Потому что, мне кажется, что работать по этой специальности человеку Знаете, как есть люди, которые не любят людей Есть же такие, которые больше себя любят, чем людей Это, конечно, очень трудно И поэтому я хотел у Ирины Александровны, как такого опытного человека, работающего в этой сфере Задать такой вопрос Как вы вдруг в этой профессии-то оказались? Ведь она... Ну, тут за себя не всегда можешь быть ответственным А тут же еще сколько дополнительной нагрузки, связанных с другими людьми Как вы пришли в профессию? Ну, в социальную сферу я попала случайно То есть лет 15 назад мне знакомая просто предложила Приходи к нам работать Вас там не пугал начальник предыдущий, что тут у нас будет все строго Надо выслушивать людей разного возраста, с разными проблемами Вы не испугались и остались? Нет, конечно, я осталась на должности социального работника Меня не пугало, так как я всю свою осознанную, наверное, жизнь Занимаюсь волонтерством То есть вы коммуникабельно? Да, то есть я помогаю не только пожилым людям нуждающим, но еще и животным Нашим братьям меньшим Поэтому меня это совсем не испугало И мне было комфортно работать и с бабушками, и с дедушками, и с их детьми То есть практически хобби, да, совпало, можно сказать, с профессией? Да, то есть и братья наши меньшие, и люди, которые нуждаются также в нашей помощи И в чем-то даже в какой-то защите Вот, наверное, такой, можно сказать, вариант, что это иногда, что называется, свыше дано Ведь очень многие не могут найти своего призвания, а вы нашли Да, потому что, ну, по профессии я совершенно другой, когда заканчивала, да, там училась А тут вот чисто случайно Просто вот вышла во двор, и мне соседка говорит Приходи к нам Соседке спасибо Да Очень важно, чтобы, ну, вот, как говорится, хочешь, не хочешь Но жизнь так устроена, что рано или поздно мы все сталкиваемся Кто-то там с врачом, с другими работниками Мы по разным, да, жизненным ситуациям И очень важно, кто будет работать, потому что сегодня и президент, и премьер-министр Говорят очень много именно о человеческом факторе О том, что надо внимательно следить и максимально, ну, как это, скажем так Помогать гражданам на разных этапах Потому что люди сегодня по разным причинам, начиная, наверное, с пандемии Мы это все, да, почувствовали Они иногда вроде как оторваны от жизни, а мы не можем позволить себе это И вот поэтому следующий вопрос уже к директору На, так сказать, на примере вашем Кто такой сегодня социальный работник? Во-первых, где учат на социального работника? Да, что у него должно быть в багаже? И как вот вы, например, берете людей сейчас на работу? Кто-то придет вам с улицы и скажет Я хочу быть социальным работником Ну, по сравнению с прошлыми годами, так скажем, да Мы двигаемся вперед, и Министерство социального развития Все время улучшает качество работы и образование наших сотрудников Как такового... Оно же специализировано все-таки немножко, да? Да, у нас есть такие специальные направления Это как, в первую очередь, РГСУ, так скажем, да Но она там не выпускает именно по специализации социальный работник Ранее брались люди с высшим образованием Для того, чтобы человек рос, это как на примере Ирины Александровны Социального работника, она выросла у нас до заведующего отделения В целом сейчас очень много разных курсов, которые нам направляют в министерство Мы направляем наших сотрудников до обучения И это как повышение квалификации называется Как таковой специализации социальной работы То есть вы не ставите на месте, а все время что-то новое? Да, мы все время что-то вносим Также по уходу за людьми теперь есть, где выдаются сертификаты И только исключительно могут такие сотрудники ухаживать за лежачими больными Ну и, конечно же, время не стоит на месте Сегодня какие-то новые новшества Мы двигаемся вперед Теперь социальные работники работают с большим количеством гаджетов Электронными платформами Также они все с разными энергоресурсными организациями взаимодействуют То есть помогают своим получателям Не выходя из дома, не решают все эти вопросы То есть можно сказать, что если раньше когда-то предполагалось слово Социальная служба, соцработник Ну, касаемо соцработника, да, больше Да, вот сейчас там САБИС, еще что-то Всегда это было восприятие такого чего-то, знаете, такого Вот лампочка висит какая-то там, значит, окошко И ты туда, значит, стучишься из последних сил Сегодня все уже по-современному И все, естественно, по последней технологии Ирина Александровна, вот вы заведующая отделением реабилитации детей-инвалидов То есть, ну, я так понимаю, вас начальник туда, может быть, тоже и направил Потому что, коль вы рассказали о людях и о братьях наших меньших Но дети это, наверное, вообще самая такая сложная среда И когда еще они попадают в такую ситуацию Вот откуда силы-то берутся? Ведь, наверное, о себе иногда некогда подумать Если, знаете, когда человек к работе с любовью относится Как вы выдерживаете это? Чем она отличается, например, ваша вот в данном случае работа От работы учителя, да? Ну, с детьми просто Ну, учитель тоже же идет по призванию Это же не просто так человек выдержит 30 человек в классе, которые все галдят У нас это немножко попроще Детки приходят, также получают реабилитацию То есть они у нас тоже полустационар Получили услугу, как бы и родители их забирают домой Силы берутся, но они у меня не исчезают Семья меня тоже в этом поддерживает То есть всегда, если что-то нужно И мы всегда на связи с родителями То есть даже у нас есть паллиативные детки Которых мы тоже ведем И если министерство запрашивает какую-то там И в 11 часов ночи информацию То есть, да Ну, все бывает И тут мы всегда им пишем, звоним Они нам также отвечают Но тут важный такой момент Да, даже когда просто человек попадает в больницу Ну, там какая-то, например, плановая операция Вроде бы все обговорили Ну, такая, возьмем простой момент Надо сделать, все будет хорошо Все равно Приехать, перелезть на эту кровать Что-то с собой привезти Это для человека очень большое Эмоционально бывает такой Ну, с ломой, если хотите А здесь, вот когда к вам детки поступают Вы же должны как-то очень быстро создать им условия Чтобы они хотели к вам прийти Вот так Ну, мы стараемся Не только я У меня отличные специалисты Логопед, психолог и массажист Которые дают услугу, да, этим деткам И как бы мы с родителями контактируем То есть, да, конечно Первичный прием ведем мы С неврологом, с реабилитологом Для того, чтобы назначить курс лечения Ну, как бы, какие процедуры Какой массаж там нужен Да А в дальнейшем большинство Ложится на плечи моих сотрудников Соответственно Потому что они непосредственно с ними занимаются Ну, давайте мы к разговору Ну, начальник сегодня мы это слушаем Все правильно Нет, просто я знаю, что у нас команда Специально подобрана для этого О команде сейчас в любой работе И в нашей профессии тоже От команды очень многое зависит Конечно, да Потому что время одиночек Оно как бы, ну, прошло Пять хороших одиночек Иногда очень трудно объединить вместе Поэтому специалисты Тем более в вашей профессии Чем они должны обладать? Вот, наверное, особый какой-то психологический Должен быть статус у человека Потому что, вот если, например Вы мне сейчас предложите, да Я же через 15 минут там буду уже В полуобрачном состоянии Если, ну, неправильно подходить Да, за того переживаешь, за того переживаешь То есть здесь целый комплекс надо У нас еще сейчас так перемешалось И взрослое, и детское отделение Но, в общем, всех объединяет Да, оба этих отделения Это две категории людей Так скажем, и детей, и взрослое поколение Это к ним теплое отношение Им всем нужно внимание Касаемо деток, как вы задали вопрос Да, как вы их себе располагаете У нас собрана, во всех отделениях Собрана такая команда Что все мои специалисты Знаете, как их призвание Они к особым деткам Относятся с большой теплотой И к себе стараются расположить С первых минут к нам прихода И родители... Чтобы они просились, да Да, и родители, в том числе Вот я была в Латкаре На проверке, да, своего отделения Реально, ребенок отходил Своё положенное уже А он просится к логопеду Я еще хочу Настолько наши специалисты К себе располагают детей Да, и мне это очень приятно Когда ты приходишь, тебе говорят Слава благодарности о том Что мы не знали про ваш центр А это для нас большая награда Потому что у вас прекрасные специалисты Ну, наверное, лучшего подарка Для директора не может быть Я искренне это говорю Потому что я очень люблю Каждого своего сотрудника Потому что они все большие профессионалы С большой буквы И настолько как к детям Так и к взрослым Они относятся с большим пониманием И большим сердцем И касаемо взрослого отделения Возвращаясь, опять же, к надомникам У соцработников, на самом деле Самая сложная работа Потому что у них не заканчивается В шесть вечера Как у других моих специалистов И могут позвонить и в десять И в двенадцать ночи Вот давайте мы сейчас здесь Делаем паузу И после перерыва Вы нам расскажете вот эту схему Потому что Это же надо куда-то прийти Какой-то список есть Вот я думаю, мы с этого И начнем наше второе отделение Напомню, что у нас в гостях Тея Картхахонжа Это директор комплексного центра Социального обслуживания В реабилитации Люберецкий А также заведующий отделением Реабилитации детей и инвалидов Номер три Комплексного центра Ирина Александровна Анисимова Давайте мы продолжим После небольшой паузы Напомню, что эта программа Открытый диалог Посвящена наша программа Сегодняшнюю дню Социального работника У нас в гостях Тея Картхонжа Это директор комплексного центра Социального обслуживания И реабилитации Люберецкий Ирина Александровна Анисимова Заведующая отделением Реабилитации детей и инвалидов Номер три Комплексного центра И мы, напомню вам Завершили на том самом месте Когда социальный работник Не к нему приходят люди На реабилитацию А когда он куда-то идет Вот вообще расскажите Как эта схема работает Круглосуточно, что ли? Ну, она не круглосуточна Просто у каждого нашего Социального работника 24 человека на обслуживание в день И, естественно, они ему становятся Все очень близки Это по нормативу, да? Да, все верно И наши сотрудники Очень переживают за своих получателей Никто не остается без внимания И возникают такие моменты Что кто-то одинокий Либо дети в других городах Проживают Если что-то вдруг с ними происходит То они в обязательном порядке Конечно же Звонят своим социальным работникам И это 12 ночи Часа А то если утро Все равно Они встают Идут И, как Ирина Александровна Ранее говорила Семья их поддерживает И очень многих Мужья садятся за руль Едут со своими женами И помогают И помогают Вызывают скорую Либо что-то, если необходимое Там привозят То есть такие очень теплые Почти семейные отношения Теплые отношения И его внимание Так как Эта работа создана Для того, чтобы помогать Просто так Никто бы не обратился К нам за помощью И человек Приходя к нам сюда Он должен осознавать Какой груз ты будешь нести И ты должен от этого Получать удовольствие Это не должно быть В нагрузку Потому что Когда ты проводишь совещание Мои сотрудники говорят Вот, Теймурман Мне позвонили В час ночи Он вышел на улицу И упал А он без ног То есть инвалид Я поехала И на себе Его тащила наверх Это не будет делать кто-то Соседи у нас не делают Мои сотрудники Им это не в тягость У нас даже люди сейчас не подходят Если человек в новости То есть отношения Нероднодушность Кто-то может подумать Что я преувеличиваю Слушая своих сотрудников Я это понимаю Что они относятся искренне Как к своему Не знаю Младшему брату Старшему брату Либо к своему родителю Они это выполняют Очень добросовестно И это их призвание Это призвание Да, это призвание То есть Если ты этого не чувствуешь То делать в этой профессии нечего Команда Начиная вот от психологов И заканчивая соцработниками В нашей сфере На сегодняшний день По всем нашим четырем округам Которые относятся к Люберцам А вот Кавина, Котельники В Дзержинске работают Большие профессионалы У которых реальное призвание А где учат Вот, ну, все-таки Есть же какое-то базовое образование Высшее Кому? По социальному работнику Ну, еще раз повторюсь По социальному работнику Как и таковой специализации нет На сегодняшний день Мы проходим повышение квалификации По разным направлениям Которые нам дает министерство И дальше вы уже смотрите Может человек Соответственно, да И определенная документация Заполняется И прочее Что касаемо психологов Это клинические психологи Специально направленные С работой С особыми детьми То есть имеющие определенное разрешение Соответственно И массаж То же самое ЛФК Так же Для этого есть определенная Специализация С определенными направлениями Их, да Их обучают Ну вот Давайте мы Ирину Александровичу Подключим Во втором нашем отделении Встречи А вот ваша Как схема строится Что входит в вашу задачу Ну, вы все-таки Теперь уже заведующая То есть как-то Да, вот Кто чем занимается Вы сказали, что у вас тоже Есть подчинение люди Да Как проходит рабочий день Ну, он у нас Практически всегда Ежедневно И не меняется В зависимости Только от заезда До заезда То есть если у нас Заезд начинал Ну, вот как вот Июнь, да Мы до конца мая Месяца Составляем список Список Да, то есть родители Приносят индивидуальную программу Реабилитации И ППСУ Которая называется Вот Они встают в заезд Происходит у нас Осмотр ребенка То есть неврологом Реабилитологом Иногда родители Приносят уже справки Выписки Где они раньше стояли Там на учете Там у невролога Или у психиатра Они говорят Нам не нужно У нас как бы все есть Нам нужен логопед Психолог Или массаж Или просто Только логопед Вот Ну, формируем список И уже там вот Третьего июня У нас был Новый заезд И родители Как бы приходят Согласно своему расписанию То есть у меня есть Юлия Александровна Которая занимается Непосредственно Расписанием Ведет Его Она рассылает родителям Рассылку Вот И дальше уже работает По установленному плану Да Они приходят Первое знакомство Если ребенок Впервые пришел Он заходит с мамой К психологу Да Сначала Лена Сана Разговаривает с мамой Если есть какие-то особенности Вот Потом мама сидит Ожидает И Лена Сана Работает с ребенком Также и логопеды То есть у них Как бы Некоторые приходят Говорят Нам поставьте только букву Р И нам больше ничего не надо Да Ну у нас логопеды Все профессионалы Они говорят Ну прежде чем вам поставить букву Р Вам нужно еще вот Это, это и это То есть если мы То есть они сами делают заключение Что необходимо Да Потому что говорит Невозможно Если я вам ее поставлю Вы остальные-то буквы потеряете Есть такие мамы Которые думают Что они лучше знают Это я понимаю Да Таких очень много Но они к нам не вот просто приходят Да У нас есть определенная процедура Через электронную платформу Да Важно что есть процедура И важно что сегодня Такой ответственный подход Когда не просто там К какому-то ты идешь Логопеду Ты идешь Да Но какая-то существует Система Да Которая работает И которым Ну не первый раз сталкивается Понятно что могут быть Свои особенности Но все равно уже Специалисты есть Нам важен результат Результат Вот тут Важный такой вопрос Он должен прозвучать Когда вы Например Ну сейчас Кто-то нас смотрит Слушает Ну вот хорошо Есть люди Которым просто помогаешь Ну например взрослые Да пока они Слава богу с нами И все хорошо Да они довольны Все довольны Детки и так далее Вот результатом Чего Как вот вашу работу Отмерить Вот Ну зачастую у нас Родители всегда пишут Благодарности Благодарности В журнале Который у нас Висит на стенке Чтобы мы знали Как тебя провести Чтобы вам было хорошо Знаете как говорят Да благодарности На сайтах То есть они Как бы всегда Родители пишут Отзывы То есть в конце заезда Родитель по всем Специалистам У кого он был Он всегда пишет Что благодарен Там за то Что там Ребенок научился Говорить Что есть там Психолога Что ребенок Перестал там Бояться спать Ночью один То есть мы Как бы на Видим и сами Результаты Специалисты Ко мне подходят Да как бы В конце заезда Там допустим Галина Александровна Говорит Он заговорил Понимаете Говорит он заговорил То есть у кого Больше горят глаза Неизвестно Особенно когда Например сложный случай Вдруг да удалось То ли мама Которая ну заговорил Да хорошо То ли у специалиста Который вложил В него всю душу Для того чтобы Тяжело Особенно тяжело Когда детки Не 3-4 года А когда они Перед школой Начинают вести Это же Да школьники И с ними Очень сложно Да там Логопед же Он лезет в рот Да там массаж Вот это все Смотрит Ну и многие наверное В себя еще не верят Надо переубедить его В веру Они психуют Они да плачут То есть такой момент Что некоторые родители Очень поздно Обращаются к нам Да да Есть определенная Возрастная категория От 3 лет до 8 Когда вот Можно установить это И подправить И вот к школьному моменту Уже Наши специалисты Смогут выправить Ту или иную ситуацию И как бы уже будет получше И очень многие Ну это очень тяжелая тема На самом деле Да Я все это прекрасно понимаю Но Если бы вовремя Обращались И могли бы это осознать Потому что многие Не обращаются И не получают инвалидности Вот давайте мы тогда Сейчас обратимся К нашим телезрителям Что если вот Что-то такое у вас есть Это Важный такой момент Я думаю Что тут и медики Могут подсказать Да Что есть такая Служба Да Есть такое направление Которое вот сегодня Работает По современному Такому В современном стиле И правда Я тоже сталкиваюсь С детьми Которые со школы Приходят в высшее учебное заведение Я вижу иногда Что Родители Могли бы это сделать Но они почему-то Решили Пусть так и будет А некоторые Может быть подумали Что это Как говорится Не справляется То есть От незнания А теперь есть такая организация Она собственно говоря и была Но она По-новому работает Но я тут должен вам Все-таки Рисовать вопрос такой А что же с жалобами А как вот Идет вопрос Когда Вот Вот на моего сына Посмотрели не так Или например Человек уже совсем зрелый Мы же понимаем Тут в обычном Так сказать В возрасте Все время на нервах бываешь Что-то Кто-то не то сказал Как здесь Ситуация разруливается Не Ну конечно Жалобы какие-то бывают Это недопонимание И мы с пониманием Относимся к таким родителям Потому что они бывают Эмоции Они устают Потому что Они реально 24 на 7 работают Как и мои специалисты Так и родители Потому что Ту работу Которую устраивают Мои специалисты Она устраивается В тандеме с родителями И тогда есть результат Но конечно Родители очень устают И жалобы бывают Порой От недопонимания Либо не в то время записали Ну Всякого характера Конечно же Мы ведем Разъяснительные работы С моими специалистами Если в последствии Такое происходит Ну Соответственно Мы ищем нового Того Кто понравится Нашим получателям Потому что Скоммуницируем И тучу разводим Да Ну потому что Мы работаем для них Они приходят к нам Для того чтобы Они себя чувствовали Комфортно Я всегда У меня есть такой девиз Для старшего поколения Мне хочется Чтобы вы себя чувствовали Как дома Потому что Все мои специалисты Им годятся в дети Они к ним относятся Как к своим детям Приходят рассказывать Свои проблемы Делятся с ними И то же самое Должно происходить И здесь В детском отделении Когда родители приходят Мои специалисты Полностью должны взять На себя Всю ту заботу Об этих детях И дать родителям Чуть отдохнуть Это тот период Когда у них Есть такая возможность И проводится Мамина время Это новый такой Пилотный проект Министерства Социального развития Московской области Когда МАО Предоставляются Разные формы отдыха От юридического Сопровождения До массажа Когда у них Вот есть этот час Когда мои специалисты Оказывают им такие услуги Они могут отдохнуть Бесплатно Да Совершенно бесплатно Я вот тут еще хотел Такой момент затронуть Вот звучит это все Ну по-человечески Правильно По-человечески Хорошо Но насколько Сегодня Скажем В стране Вообще Да В Московской области Рекламируется Что есть такая служба Приходите Вот вы сами говорите Да Многие родители Не знают А многие люди Пожилого возраста В силу Своего характера Стеснительности Да Ну вот остался человек один Как-то все разлетелись Мы же знаем В каждом доме Такие люди есть И они Может быть здесь Какую-то Социальную рекламу Нужно Улучшить Может быть Чтобы люди знали Что вы можете им помочь Вы знаете Мы работаем в этом направлении Я за детей Ну могу Как бы сказать Многие родители Ну они Все равно Как бы Я помню В Котельниках Да На Селикате И там Маленький такой Скажем Микрорайон Вот И родители Все пересекаются Ну да Вот И зачастую Когда родители Приходят уже С пакетом документов И когда они Видят Что ихняя соседка Сидит Да А они подходят Ко мне подписывать договор Говорят А она Она мне говорила Что она там К вам сюда ходит То есть у них Или стеснение Что они ходят Получают реабилитацию Или лучше не будут говорить Да Вот То есть вместо того Чтобы зная Что ему нужен там Логопед или психолог И как вот мы Как сарафанное радио Приходите к нам Да там Хорошие специалисты Давайте Пойдемте туда Зачастую Кто-то хвалит А кто-то наоборот Не говорит Чтобы там Ну вот Чтобы очереди не было Да Вот я должен сказать Это вот чисто Такой человеческий подход В любом случае Вот мы сейчас уже идем К итогам Я хочу чтобы вы У вас есть во-первых Возможность обратиться К своим подопечным Во-вторых Есть возможность Поздравить с праздником Но я вот последнее скажу Что мне кажется Это такая вот Вообще человеческие отношения Очень такой сложный механизм Спасибо что есть такая служба Что люди в общем-то Посторонние для тебя Они иногда ближе Чем самые родные и близкие Вот Ну а теперь Что бы пожелать своим пациентам Конечно же здоровья В первую очередь Что касаемо детей Здоровья И мы конечно рады их Видеть Но хотелось бы их видеть Еще раз повторюсь Здоровьем Чтобы меньше детки болели А родители больше улыбались А что касаемо Старшего поколения Чтобы они всегда Были счастливы И дети Про них не забывали К счастью Что есть такая служба В каждом округе В Московской области Которая может оказывать Помощь старшему поколению Ну один раз в неделю Своей маме Папе Можно бабушке Дедушке позвонить Я всем В преддверии Данного праздника Социальным работникам Социальной службы Желаю терпения Большого Человеческого Счастья И чтобы У вас была сила Это дарить Вашим получателям Ну вот Да В лице начальника Я думаю Как это К вашим пожеланиям Тоже присоединимся И хочу поблагодарить вас За то Что нашли время Пришли к нам И приоткрыли Даже в такую завесу Какой-то таинственности То есть можно По-человечески Да Можно все Можно в нашей жизни Если хорошо Выполнять свои обязанности И знать о том Что тебе Могут где-то помочь Вам большое спасибо 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 Что заступающим вас праздником Хочу еще раз Представить вам Те Мурмановна Картхонджия Директор Комплексного центра Социального обслуживания И реабилитации Люберецкий И Ирина Александровна Анисимова Заведующая отделением Реабилитации детей инвалидов Номер 5 Этого комплексного центра Три Три Пожалуйста Что есть у нас такая служба И в плане работы И в плане посещения Уже получения Этого замечательного Ну даже скажем так Внимания человеческого Спасибо вам большое Спасибо вам Программа Открытый диалог С вами был Николай Пименко Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин